Торжественная обстановка даже в фойе. В парадной форме молодые кадеты встречают важных гостей. Ветеранов Великой Отечественной войны, генералов, офицеров. Эти люди уже герои. В разное время они защищали родину, спасали жизни людей. Среди них военный врач Павел Гуськов. За добросовестный труд сегодня ему присвоено почетное звание заслуженного работника здравоохранения Удмуртии. В 90-е он спасал солдатские жизни в Северной Осетии. Сложную работу называет призванием. Уверен, строгая дисциплина и суперточность – те качества, которые должен принять любой военврач. Принятие мгновенных решений в каких-то неординарных ситуациях, в экстренных ситуациях, когда все должно быть отработано до автоматизма, поскольку теорией уже некогда пользоваться, нужно работать руками и головой. Артем Каратаев тоже спасал жизни. В день трагедии на Удмуртске он вместе с коллегами-спасателями был среди первых, кто приехал на место обрушения дома. За профессионализм и хорошую работу. Медаль. Неожиданностью было то, что такие происшествия еще у нас не происходили. Личной практики и личного состава не было. Но, тем не менее, все на месте быстро сориентировались, рассредоточились по участкам ликвидации аварии и организовали работу. На этой встрече говорили и о важном. Сегодня особенно нужна поддержка проектов, связанных с военно-патриотическим воспитанием, уверен глава Удмуртии. Таких программ сегодня много. В республике работают детские клубы юных летчиков, моряков, десантников. Кадетское движение развивается в школах. Ставка на молодежь. Над Россией сейчас мирное небо. Порезовок очень много. Скажем так, противостояние может переходит в некоторый другой формат. Формат онлайн, информационный, на интернете. Поэтому мы должны с вами все начеку. В этом году День защитника Отечества стал особым, юбилейным. 100 лет со дня создания Красной Армии. Поздравления с праздником в эти дни звучали на разных площадках страны. Так, к примеру, в Нижнем Новгороде действующих сотрудников вооруженных сил и ветеранов поздравил полномочный представитель президента России Михаил Бабич. Какие бы ни были совершенные системы вооружения, у нашей армии всегда, я в этом убежден, было исключительное преимущество. Оно состояло в ее солдатах, офицерах, генералах и адмиралах, для которых честь Родины, это были понятия, с которыми они прошли всю жизнь и всю свою службу. К 100-летнему дню рождения российской армии праздничные мероприятия расписаны на весь год. Большому юбилею будут посвящены армейские сборы, военные конкурсы и смотры.